А какой же у нас уровень доверия к патрульной полиции? Отвечает заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Не-не-не, Алексей, может чуть-чуть поменьше? О, вот теперь в точку. Всем привет! Сегодня такой будет интересный ролик. Не только касаться он будет нашей полиции доблестной, но и вообще некоторых очень проблемных вопросов, которые существуют в нашей стране. Это вы мне сбрасывали много раз и писали, а вы видели, а вы видели. Я видел, но поскольку времени мало, а сама эта передача более чем на 2 часа, то пришлось потратить время, чтобы ее отсмотреть. И то самое интересное, что мне показалось, я бы и хотел откоментировать. Погнали! Это китайский міст. Автомобильный міст был измонтован меньше, чем за, а теперь увага, 43 години. И это с асфальтованием, розмиткой и освитлением. Китайцы сбудовали более 300 тысяч мостов за 30 лет, тысяча из них более 1 км завдовжки. 300 тысяч мостов за 30 роков. Вот вам и приплыли, называется. 300 тысяч мостов за 30 лет в Китае построили. 10 тысяч мостов и путепроводов в день. Я не говорю, не в день, в год. В год, вы представляете? Ну, кто-то скажет, у них там миллиард людей, там и бла-бла-бла. Ну, хорошо. Село, значит, пересчитал там, ну, не знаю, сколько у нас там уже осталось, 30 миллионов, 25 миллионов. Ну, приблизительно, это получается, нас там в 25-30 раз меньше, чем китайцы. То есть, мы должны, получается, строить в год около 300-400 мостов и путепроводов. Но мы этого не видим. Потому что, ну, вспоминаем Дубинского, да, что он говорил. Ладно. Вообще, тема очень острая. Потому что, вот я открыл нашу информацию по Украине. У нас, оказывается, где-то там порядка 6 тысяч мостов и путепроводов в Украине. И уже более чем 4,5 тысячи этих искусственных сооружений находятся, ну, фактически уже в аварийном состоянии. То есть, они уже даже, по сути, не могут использоваться. То есть, полноценно. То есть, либо вообще не использоваться, либо использоваться с ограничениями. То есть, 75% искусственных сооружений в Украине, это уже аварийка, понимаете. И никто этим не занимается. И это очень, даже не то, что печально, это страшно. Потому что, если вдруг, внезапно, начнется вот такое вот лавинообразное обрушение всех этих мостовых путепроводов, то это хана. Просто хана всем развязкам, всему транспортному сообщению в Украине. Ну, то есть, просто нам всем придут полные гайки. И никто не знает, когда это может произойти. Это может прямо сегодня начать происходить. Все это обваливается. Ну, мы видим, как иногда оно где-то там обваливается. Но представьте, то есть, уже эта вся аварийка может обвалиться вот в момент. Просто взять и пух, рухнуть. И столько денег у нас нет для того, чтобы их отремонтировать. А просто за долгие годы у нас никто этим вопросом не занимался. Занимались вопросами набивания карманов. Патрульные полицейские их останавливают. Вопрос просто показать документы. Это уже часто вызывают истерику, какие-то нервные реакции и так дальше. Это у нас господин Антонов. Он, я так понимаю, там, собственник или кто там, редактор, главный редактор сайта ДТП Киев.юа. Вообще, довольно интересная позиция с точки зрения, что, ну, нет такого в законе просто показать документы. Вообще, вот это вот, почему я хотел это вставить, подчеркнуть. Это такой самый простейший момент, на котором, ну, с которого нужно начинать. Потому что, как еще раз сказал, нет у нас такого положения в законе, как просто показать документы. У нас проверка документов, это превентивная полицейская мера, которая осуществляется для того, чтобы полицейский исполнил свои полномочия. То есть, ну, я об этом говорил много раз, не знаю, нужно это все рассказывать. А вот такие вот, как Антонов, вот они внедряют вот эту вот глупость, вот эти вот в массу просто показать документы. Нет такого просто показать документы. Нету. Конечно же, это может вызывать истерики у людей. Я розумію, мы просто прийшли до тієї точки в нашей беседе, когда мы сказали, что, очевидно, треба штрафовать. Тому у меня питание до вас. Яких вам повноважений не вистачает, чтобы привести людей, что называется, в соответственную норму. Дуже також слушное запитание. И я вам хочу також звернутися до статистики. Багато кажут, вот не штрафуют. За минулий рік понад 2 млн. постанов вынесено в сфере безопасности дорожного движения. И Белошицкий, конечно же, нарисовался. Дуже слушное, кажется, запитание, да, яких повноважений именно вистачаю. И он не отвечает фактически на этот вопрос. Начинает рассказывать, сколько там постановлений составили, сколько протоколов, там бла-бла-бла, бла-бла-бла, вот это все размазывает. Ответ на этот вопрос простой. Полномочий им хватает. Просто они этими полномочиями либо не пользуются, либо пользуются как попало, понимаете? Вот и все. Вот и ответ на этот вопрос. Это я вместо Белошицкого ответил. Если бы вы, что называется, нотовали таких людей и таких порушников, у нас казна обломилась просто. Понимаете? Я не вижу, чтобы патрульники занимались наполнением бюджета. А это, кажется, наилегше. Надеюсь, что Мазур пошутила просто, потому что она дальше начала приводить примеры Белоруссии, что у них там казна наполняется за счет штрафов. Человек, видимо, очень далек от вообще такого понятия, как государство и право, да? Не понятие, а предмета, да? Так назовем вообще. Полиция – это орган правопорядка. И они должны в первую очередь обеспечить правопорядок. Штрафы должны быть, конечно, обязательно, как способ, один из способов, один из инструментов наведения правопорядка. Но штраф не должен быть первой целью в работе патрульной полиции, ну и вообще полиции, вообще любого органа государственного. Не должно быть первой целью – это штрафование и наполнение бюджета. Ну, это абсурд, понимаете? У нас деньги в бюджет должны поступать через экономические инструменты. А наполнять бюджет за счет штрафов – ну, это, конечно, просто дебилизм полный. Это путь в никуда. То есть вы просто в итоге отберете все деньги у своих граждан, и что дальше будет? Надеюсь, что это была шутка от Мазуха. Коллеги, основная теза моя така, что размер штрафов прямо пропорционен доверия общества до украинской полиции. Вот это так было, и, помните, так будет. Вот сейчас выросла доверия до украинской полиции, в частности, при создании патрульной полиции. Так это свидетельствует практика. Значит, украинский парламент и общество будут готовы принять поднятение штрафов. Я, в частности, также... Вот такое, как говорится, да? То есть у нас, получается, вот по мнению Монастырского, если вы не знаете, он там глава комитета Верховной Рады по обеспечению правоохранительных органов или правоохранительной деятельности. То есть он занимается вопросами законодательного обеспечения, в том числе полиции. И вот он говорит, что у нас прямо пропорционально... Размер штрафов прямо пропорционален доверию к полиции. И потом говорит, что у нас, вот видите, доверие к полиции выросло, и поэтому вырастут штрафы. И потом в конце он еще договаривает, что и он будет за это за, его там Мазур перебивает, но смысл в том, что и он за это выступает. То есть, понимаете, ничего не меняется. Как вот предыдущие занимались поднятием штрафов, так теперь вот эти новые слуги народа тоже будут заниматься поднятием штрафов. Помните, я вам показывал много раз уже эту тему с Антоном Гераченко, который в 15-м году рассказывал, что у нас там громадяни зубуживают, но, видимо, громадяни уже не зубуживают. И вот Монастирский намерен поднимать штрафы. То есть он за это выступает. Ну-ну, далеко пойдете, господа. Что касается доверия, Дениса, доверяя украинской нацполиции чемные люди, и зневажают нечемные люди, понимаете? То есть вы не говорите, что максимально у нас повышился уровень доверия до нацполиции. Те, кто ей доверял, те ей доверяют. А бики не доверяют, понимаете? Мне одному показалось, что Алла Мазур начинает сдавать уже просто, да? То есть очень сильно. Чем, мне кажут люди, они доверяют, но чем мне не доверяют? Вот я не доверяю нашей полиции. Ни патрульной, ни какой-либо другой, ни уголовной, ни этим райотделом, ни Департаменту внутренней безопасности. Никому я им не доверяю. Значит, я нечемный. А мало того, что я не начемный, так я еще и бык. И вы, в том числе, все быки, потому что не доверяете патрульной полиции. Если что, все вопросы Кмазур. А вот чему за кордоном так? А потому что за кордоном, шляхом визуального спостережения, полицейский бачит право порушения, он выносит постанову, и в любой демократичной стране есть право оскаржения. Как же любят они у нас рассказывать про за кордоном. Вот опять Белошицкий нам говорит, что по бачу, по установу, бла-бла-бла, за кордоном. Я бы хотел, чтобы в таких случаях всегда ссылались четко и понятно на какую конкретно страну, какой конкретный закон, чтобы мы могли проверить. Потому что я могу с такой же самой степенью уверенности сказать, что за кордоном можно проезжать на червоный сигнал светлофора, можно сбывать людей, можно еще что-то сделать, и виза ничего не будет. Ну, то же самое. Знаете? Белошицкий. Пример конкретный приводи. Вот страна, вот норма, вот закон, вот последствия. Вот штрафование, еще что-то. Вот это бла-бла-бла, мне так нравится, за кордоном. В Африке, говорят, там людей едят. Может, давайте из Африки возьмем какой-то опыт, да? Если он вообще такой есть, как и в Европе, за кордоном. Может, и нет такого. Может, Белошицкий просто это придумал. Но вопрос у нас, например, 20 лет назад не было камер, не было ни у полицейских камер, ни у других камер. Выносили постанови за, например, проезд на червоне светло, или непреставленный ремень? Выносили. И никто не спросил, а дайте мне видео. Потому что было фактически зафиксировано представником органа влады, которому было надано повноважение. И фактически это полицейские формы, которые служат народу. Есть такое хорошее слово на украинском языке. Звучит оно как брехло. 20 лет назад, говорит, да, Белошицкий. Всем советую открыть Кодекс Украины об административных правонарушениях. Как раз есть у нас редакция от 7 декабря 1999 года. То есть это как раз 20 лет назад, да, плюс-минус там пару недель. И почитать статью 251, статью 252, это тоже, что касается доказательств. Ну и, конечно же, наши любимые 278, 279 и 280. И вы там увидите, что как было раньше, так и сейчас написано одно и то же, что там доказательствами есть, любые фактические данные, на основании которых полицейский устанавливает виновность, невиновность лица, наличие либо отсутствие административного правонарушения. В 279, как было написано раньше, так и сейчас написано то же самое, что во время рассмотрения дела можно заявлять ходатайство, рассматривается ходатайство. И, что самое важное, доследжуете доказы. Так как было написано, доследжуете доказы, так и осталось. Но Белошицкий почему-то вот рассказывает, что раньше было вот так вот. Он акцентирует вопрос именно на видео. Ну да, видео не было, но у нас среди доказательств могут быть и другие доказательства, документы, вещественные доказательства, пояснение свидетелей, протокол, пояснение лица, которое привлекается. Но никакого визуального спостережения не было ни 20 лет назад, ни сейчас. Если копнуть еще дальше, в 1984 год, когда у нас КУПАП этот был принят, это, кстати, у нас советский КУПАП, если кто не знает, пережиток Советского Союза до сих пор, то мы увидим там все то же самое. Ну там есть моменты, там социалистичная правосведомость, ну понятно, это мы опускаем. А так все как было, так и осталось. Кстати, раньше, что интересно еще было, если человек оспаривал на месте правонарушения, то есть не соглашался, то полицейский тогда, ну милиционер, был обязан составить протокол и отправить его в суд. А сейчас нет. А сейчас у нас без протокола он составляет постанову, когда ему просто показали документы, как он, Антона говорил, просто показать документы. Человек просто показал документы, полицейский просто составил на него постановление. Не рассмотрел дело, забил на процедуру и сделал, как ему захотелось, как ему вздумалось, в нарушение закона. И вот так вот они хотят наводить правопорядок. Вообще вот там вот что, Амелян сидел, там еще какие-то вот люди. Вот самое интересное, среди них не было, ни одного как бы человека, который критически относился бы к полиции. Не знаю, ну вот меня пригласили бы туда. Я бы вам рассказал бы чуть побольше о нашей полиции, о том, как формируется доверие к полиции, о том, что они делают, как они это делают. Но нет. Вы ведь хотите просто пригласить вот таких вот товарищей и вместе с ними просто формировать общественное мнение, либо готовить их к поднятию штрафов, к изменению законодательства. Все у меня. Не доверяйте нам. А бики не доверяють. Розумієте? Кого ты зачекался, мама не прийде. Не знаешь, что відповісти на добрый день. Ты, хоть и бы почути, так и бажа не люблю. Тому я таки доби не дам повешать и потлю.